Привет! Сегодня будет не совсем обычный обзор, я начну его с середины. Сначала я вам расскажу о парфюме. В моем обзоре сегодняшний парфюм Аква Ди Парма, марки Аква Ди Парма, парфюм Мандорла Ди Сицилия. Мне нравится говорить и так именно Мандорла Ди Сицилия, потому что это итальянская марка. И сам парфюм назван в честь миндаля из Сицилии. А теперь, наверное, к началу, к истории. Обычно начинаю с истории. Вообще, когда я готовлюсь сделать какой-либо обзор, я сначала изучаю информацию о марке. Я была полностью убеждена, что марка свежая, новая, молодая. Вот, молодая, подобрала слово. А оказалось, что нет. История у нее очень приятная. Марка создана в 1916 году, как раз, наверное, время начала 20 века, когда было очень много парфюмерий. И они... Это маленькая была фирмочка, созданная в городе Парма. И, собственно, Аква Ди Парма, да, вода из Пармы. Вот. И они выделились из таких, знаете, тяжелых ароматов, которые были очень модны в то время. Они сильно выделились тем, что они свежие, легкие. Очень такие приятные. У них был первый аромат колония. И именно эта колония в 1930-е годы стала настолько распространенной, известной. То есть у этой марки такой вот, ну, как бы ажиотаж, такой бум произошел в 1930-м году. Ну, вот где-то в этих годах. Они прям вышли на рынок, и все было очень здорово. Но потом конкуренция, конкуренция, кризис, переформулировки. И марка вообще ушла в тень полностью. И так вплоть до 1993-го года, когда их там за эту марку взялись там профюмеры, предприниматели. И, в общем, наконец-то эта марка вышла в свет. Но она все равно осталась таким нишевым маленьким брендом. То есть про марку Аквадипармы, ну, не сильно слышно. Хотя сейчас она начала появляться в сетевиках, и это приятно. Что касается именно этого аромата. У Аквадипармы есть несколько линеек. И одна из линейки называется Блю Медитеранео. Мы увидим это название прямо вот под названием марки. Вот Блю Медитеранео. Это их линия. Ну, я вам, по-моему, уже рассказывала, да, например, что у каждой марки есть своя линейка. И эта линия очень интересна тем, что все ароматы созданы в честь какого-нибудь ингредиента из конкретного региона. То есть, например, там миндали из Сицилии, там у них еще есть инжир из Амальфи, что-то там еще из Тосканы. Ну, в общем, то есть каждый аромат – это ингредиент из конкретного города. Это очень интересно на самом деле. Теперь конкретно об аромате. Вот мы, парфманьяки, парфлюбители, всегда ищем какой-то конкретный ингредиент. Мы ищем самый лучший сирень, самую лучшую розу. Вот в данном случае это самый лучший миндаль. Ну, так считают на самом деле. Честно говоря, я так не решила. То есть для меня миндаль лучше он другой, и здесь я его слышу мало. Теперь о ноточках. Вначале это анис, миндаль, бергамот. И, честно слово, анис здесь не лишний, наверное, но его настолько много, что мы скорее слышим анис, чем миндаль. То есть мы слышим микстурное звучание, такое, знаете, а-ля доктор Мома или пиктусин. Ну, в общем, что-то такое, вы понимаете, я думаю. Вот. В сердце цветы, достаточно тяжелые, жасмины, ланка-ланка, персик. То есть, ну, персик не цветок, но вы понимаете, что это сладкое такое, приятное. И в конце это ваниль, кедр, мускус. База банальна. Вот. Не хотела бы я как-то по-другому сказать, но база настолько банальна, что миндаль с анисом пропадает, и остается какая-то сладкая такая ванильная дымка древесная. Я не смогла влюбиться в этот аромат до конца. Я искала миндаль, я искала, но не нашел. Вот, я искала миндаль, но его здесь как такового, такого, как я искала, нет. Здесь скорее об анисе, о ваниле и о древесине. С точки зрения, если вам это нравится, ваниль, анис, что-то такое древесное, кашемировое, мягкое, пушистое, сливочное, мороженое, то это для вас. Но с самой маркой знакомиться буду. История мне их очень понравилась. Мне понравилось то, что марка, несмотря на то, что я выкупила крупный холдинг, они оставляют за собой свою, как сказать, самобытность. Вот они такие-таки, они легкие достаточно. Да, кстати, о стойкости они не очень стойкие. Это максимум 4 часа, а вообще через 2 часа вы перестанете их слышать, только если вы зайдете там в очень теплое помещение, либо помойтесь горячим душем, вымойте руки. Тогда да, а так пропадает, пропадает даже через 2 часа. Вот. Но сама марка интересная, очень интересная, приятная, такие, видите, герб даже. И захотелось бы познакомиться с их инжиром, с их кедром. У них что-то еще есть такое интересное. Ну, в общем, на самом деле, интересного много. А вообще, я все еще ищу миндаль. Если у вас есть идеи, пишите мне обязательно, пишите мне в инстаграм, ссылочка есть, пишите мне в контакт, пишите мне здесь. В общем, пишите комментарии, как всегда, собственно говоря, жду ваших комментариев, лайков и помните, что мир полон необычных ароматов и не ограничивайтесь малым.